Путин неоднократно заявлял, Россия – многонациональная страна. Тот, кто говорит «Россия для русских» – это либо непорядочные люди, которые не понимают, что говорят, и тогда они просто придурки, либо провокаторы. Потому что Россия – многонациональная страна. Только почему коренные россияне чувствуют себя в своей же стране очень некомфортно? Вот эти лица нас не пустили на основании расизма. Мы попросили сказать, какие основания, но нам сказали – расизм. Людям с русским паспортом, но не славянским типом внешности, крайне сложно жить в больших городах России. Особенно в Питере или Москве. Таким людям очень часто занижают зарплату и отказываются сдавать жилье в аренду. Особенно сложно жить в России бурятам, дагестанцам, осетинам, хакасам и другим народностям. Москва десятками лет пыталась уничтожить их культуру и самоидентификацию. А оставшиеся по сей день представители этих народностей в обществе считаются низшей кастой. Официально, конечно, Российская Федерация является многонациональной, но на практике часто так, что все-таки идет такая вскрытая русификация, что вот эта национальная автономия и национальное культурное развитие, оно не открыто, но скрыто подвергается тоже репрессиям. Это похоже на то, чем занимался Адольф Гитлер в нацистской Германии. Элитой считались только чистокровные немцы с определенным типом телосложения, цветом глаз и кожи. В то же время как евреи, ромы, славяне и так называемые полукровки считались низшей расой. Это был расизм, антисемитизм и немецкий национализм. И это была специфическая такая ультранационалистическая идеология тем, что она различала люди по фенотипам, то есть по внешним признакам. Именно так называемых низших россиян Путин посылает на пушечное мясо в Украине. Так, по сравнению с прошлым годом, смертность бурятских мужчин в возрасте от 18 до 45 лет увеличилась на 70%, а смертность молодых мужчин до 30 лет на 270%. Очень жаль, погиб отец двух детей, считая, что нужно отправлять на войну бурятов, тувинцев и всех, кто там подальше. Их не так жалко. А за полгода полномасштабной войны в Украине, по официальным данным, погибло более тысячи кавказцев. Также сходство путинского режима с нацистами, фашистами заключается в навязывании мнения обществу о доминировании русской культуры, языка, истории, армии, экономики. Людям с детства искривляют представления о неразвитости других стран и национальностей. Это превосходство славянской расы, чистоты славянской расы и убитующее в риторике публичной то, что там украинцы это испорченные русские, это опять же тот же элемент расизма, потому что по сравнению с русскими любой другой народ, там украинцы, там американцы, русские, китайцы, они отличаются, то есть чем-то испорчен. Особое внимание в последние годы российские власти уделяли ненависти к украинцам и всему украинскому. Развился такой очень ярый антиукраинский дискусс в России, который в чем-то в своей радикальности уже напоминает нацистскую риторику против евреев, против славян, и который сейчас влился в эту так называемую специальную военную операцию. В своей жестокости Путин полностью подражает Гитлеру. Он идет по тому же пути, что и немецкий фюрер. Страшнее всего то, что кремлевская пропаганда настолько глубоко засела в мозгах россиян, что заставить их увидеть в Путине настоящего преступника крайне сложно.